Слива Кубанская Комета Сорт Слива Кубанская Комета – это результат склещивания алыча обыкновенной со слива китайской. История этого дерева идет в 40-х годах. После Великой Отечественной войны в Крымских регионах осталось много заброшенных садов. Сотрудники Никитского ботанического сада скрестили алычу с китайской сливой, которая имела крупные плоды, и в результате этого получился новый сорт. Разновидность отличалась крупными плодами, которые созревали раньше и имели прекрасный вкус. Но был существенный недостаток – этот сорт не отличался морозостойкостью. Этим вопросом занялись сотрудники Крымской опытной селекционной станции Всероссийского НИИ растения и водства им. И.Н. Вавилова, Г. и Ремина, И.С.Н. Забродина. Они провели ряд селекционных работ и вывели новый сорт. Получившееся растение выдерживало мороз до минус 26 и прекрасно плодоносило. С 80-х годов XX века данный сорт был введен в северо-западном, в северо-кавказском, в нижневолжском районах. Сливу-кубанскую комету еще называют слива русской, так ее назвали американские ученые, изучающие характеристики разных сортов плодовых и ягодных растений. К слову, заокеанские селекционеры по достоинству оценили работу российских коллег. Слива-кубанская комета Описание сливы-кубанская комета Дерево кубанской сливы невысокое, 2,5-3 метра, с редкой кроной, которая формируется в виде кустарника. Из-за небольшого роста каждый садовод имеет возможность сформировать крону по своему усмотрению. Листва овальной формы, зеленая, глянцевая. Направление роста вертикальное. В период цветения слива усыпана цветами бледно-розового цвета, что приятно радует глаз и приносит эстетическое удовольствие. Плоды этого дерева крупные, достигают веса в 45 граммах яйцевидной формы, при максимальном созревании имеет красный цвет. Мякоть желтая, ближе к коже красноватая, при полном созревании становится пурпурной. Обратите внимание, фрукт имеет ярко выраженный кисловато-сладкий вкус с нотками абрикоса. Шкурка плотная и тонкая, с восковым налетом. Плодоносить дерево начинает на 2-3 год после посадки. Урожайность зависит от возраста дерева и с молодых деревьев можно собрать 10 килограмм плодов, а со старших до 50 килограмм в год. При дальнейшем росте и при полном опылении с одного дерева ежегодно можно собирать урожай до 150 килограмм. Сорт слива комета своей урожайностью доказывает, что это один из самых популярных видов слив. Для того, чтобы данная разновидность слива приносила урожай в разных регионах было дополнительно выведено два подвида позднее. Подходит для северных областей, ранее для южных областей. При правильном уходе деревья практически не болеют, но если влажность повышенная, то плоды имеют все шансы к заражению плодовой гнилью. Следует регулярно осматривать дерево, чтобы предупредить появление вредителей и своевременно подвергнуть обработке инсектицидами. Дерево со зрелыми плодами важно. Кубанской комете не нужен опылитель. Однако для улучшения урожайности можно рядом посадить другой тип алычи. Агротехника Чтобы деревья давали максимальный урожай, необходимо придерживаться ряда рекомендаций. Правильно выбрать время высадки, расположить молодое дерево в хорошем месте, купить здоровые и крепкие саженцы, грамотно высадить растения, поливать, ухаживать, проводить профилактику. Болезни защищать от вредителей Самым лучшим временем для посадки сливового дерева является весна. Купленные осенью саженцы превосходно переживут зиму в подвале или погребе. С приходом весны, как только сойдет снег, деревцу необходимо высадить. Правильная посадка слива Идеальным местом для роста слива будет местность, хорошо укрытая от ветра, возле стен зданий, рядом с заборами. Дерево хорошо себя чувствует на возвышениях, где нет скапливания воды холодных воздушных масс. Обратите внимание, слива не любит соседничать с малиной и смородиной. Данные кустарники мешают корневой системе дерева. Для высадки сливовых деревьев нужно подготовить почву, сделать яму размером 1 метр шириной и 70 сантиметров глубиной. Грум должен быть легким и полезным. Для этого верхний слой земли снимают и откладывают в сторону для дальнейшего использования. Нижние слои просто убирают данную землю, можно использовать в других целях. На дно ямы кладут листья и сено, сверху заливают пару ведер, перегноя с костной мукой золой. Поверх всего этого нужно засыпать землю с поверхности, которую предварительно сняли и отложили в сторону. Залить водой достаточно пары ведер. Подготовленная яма должна простоять 2-3 недели. Только потом в нее можно высаживать саженец слива. Посадочная яма важно. Чтобы дерево дало максимальный урожай, нужно с ответственностью подойти к выбору саженца. Лучше всего брать растения вторых или третьих летние в притомниках. Здоровое дерево имеет крепкую листву, серую, гладкую кору без повреждений. Корни при сгибании не должны ломаться, на них не должно быть пятен. Обрезка, как и каждое растение слива, нуждается в уходе. Обрезать крону можно несколькими вариантами, в зависимости от пожеланий хозяина. Единственное правило, чем холоднее климат, тем крона должна быть ниже. Как только молодые поростки достигли 80 см в длину, их необходимо обрезать на четверть. Каждый год крону нужно прореживать и избавлять от высохших и поврежденных веток. Опытные садоводы рекомендуют проводить все подобные мероприятия весной. Полив весной после схода снега в грунте достаточно влаги и поливать кубанскую комету не нужно. Во время цветения дерево особо нуждается в оливе. 2-3 ведра воды в день полностью удовлетворит потребности дерева во влаге. Когда плоды начинают созревать, полив можно прекратить. После сбора урожая также рекомендуется полить сливу. При длительной засухе и жарком лете следует выливать дополнительно. В ративном случае плоды могут стать мельче или вовсе осипаться. Дополнительная информация. Перед зимовкой под воздерево выливается 3-4 ведра воды, так деревья лучше переживут зиму. Удобрения для молодых деревьев первые 2-3 года будет достаточно удобрений, заложенных при посадке в яму. При дальнейшем росте дерева требует дополнительных подкормок. Хорошо подойдут стандартные и привычные удобрения перегной компост на стой птичьего помета. Для профилактики болезней ствола кору обязательно нужно побелить известью. Весное будет не лишним и роси 3% бордовской жидкостью. Удобрение органическое. Этот сорт слив очень популярен среди садоводов, так как имеет очень много положительных характеристик. Описывать все не имеет смысла, но особо можно выделить вкус и красоту плодов, построплодность, устойчивость к заболеваниям, морозостойкость, постоянный большой урожай, высокую транспортабельность. Минусов у сорта не так уж много, плохо отделяется косточка от мякоти. При обильном цветении нужно прореживать зеленые плоды, чтобы количество негативно не повлияло на качество. Если слив слишком много, они становятся значительно мельче и хуже по вкусу. Больших сложностей при уходе за данной сливой не возникает. Отечественным садоводам и дачникам обязательно нужно рассмотреть возможность разведения сливы Кубанская комета. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...